Начало этого выпуска мы должны были снять совсем в другом месте, но совершенно неожиданно, в том числе и для Юрия, который историк и про Гомель, кажется, знает все, нашли вот это вот место. За нашими спинами погреб, которому больше 100 лет. И это совершенно неожиданная находка. Да, не менее 150 лет, я думаю. И сегодня мы расскажем вам не только об этом погребе, но и о фольварке Богуславском, или же, как его называли местные жители, о Панском саде. Это сильные новости. Наш проект Гомель наизнанку. Не переключайте этот выпуск, смотрите до конца. Вас ждет очень много интересного. К середине 1830-х годов экономию в прутке приобрел Иван Паскевич, князь варшавский. Причем адъютант Паскевича, Мельников, приобрел богатое имение так задешево, что Паскевич на радостях одарил ловкого адъютанта 200 тысячами рублей ассигнациями. Вместе с имением перешли в руки Паскевича не только огромные запасы хлеба, но и все драгоценности, которые только хранились в прутке. Настоящим источником княжеских сокровищ был тяжелый труд гомельчан и прутковцев. Вместе с имением князь Паскевич купил и крепостных крестьян деревни Прудок. Они несли так называемый оброк перед барином и в качестве оброка вынуждены были сдавать князю Паскевичу на его сахарный завод сахарную же свеклу. Кстати говоря, труба этого завода в парке ныне выполняет роль башни обозрения. Тех же, кто не выполнял норму по сахарной свекле, ждал переводную еще более тяжелую повинность на так называемую барщину. В середине XIX века в Прудковском имении Паскевичей построили главное здание из красного кирпича. Оно находится вот тут, по левую сторону моей руки. Это же здание отражалось невероятным образом в пруду, и все это создавало супер-классный архитектурный и живописный ансамбль в Панском саду. Даже такие, казалось бы, прозаические сооружения, как конюшни и хлев, имели достаточно замысловатые архитектурные элементы. И не случайно современники называли Прудковское имение Паскевичей райским уголком всех его гомельских владений. Прадед историка Юрия Глушакова Захар Филиппович Косарев был старшим рабочим в княжеском имении. Его отец Филипп служил в царской армии 15 лет, и по легенде, по возвращению домой жена его не узнала. У отца было только шесть десятин земли, и сын Захар ходил косить в имении за 50 копеек в день траву. Но косил так ловко, что управляющий взял его на постоянную работу с жалованием 13 рублей в месяц. Купив костюмы часы буре, Захар отправился свататься к приглянувшейся ему 17-летней красавице Варваре Скибуновой. Родители ее умерли от черной оспы, и девушка жила в семье брата. Видимо, братова жена не хотела отпускать бесплатную работницу, и сватов Захара раз за разом разворачивали. Но упорный парень добился своего, и в 1884 году Захар и Варвара все же венчались в соборе Петра и Павла. В семье родилось шестеро детей. Жили они прямо в имении в двухкомнатной квартире в одном из одноэтажных деревянных домов для слуг и работников. Из царства Польского в Прутковское имение Паскевичей завезли необычные для того времени сверххозяйственные орудия. Также здесь начали по варшавским технологиям производить четырехконные фуры, экипажи. А еще, если внимательно присмотреться к архитектуре этого главдома, то можно заметить определенное сходство с стилем Брестской крепости. Это не случайное совпадение, ведь князь Паскевич, будучи наместником царства Польского, в то же время курировал и строительство Брестской крепости, ну и, соответственно, определенные аналогии могли попасть и в Гомель. Двоюродная бабушка Юрия Глушакова Лидия Захаровна в своих воспоминаниях описывала имение княгины Ирины Паскевич как царство красоты, чистоты и порядка. Над прудом, выкопанным еще во времена крепостного права до самой воды, свисали ветви столетних плакучих ив. И по водной глади скользили две пары белых и две пары черных лебедей, и стоял сказочный лебяжий домик, как в Гомельском парке. Через пруд был перекинут мостик на деревянных опорах с ажурными деревянными перилами, покрашенный в бледно-желтый цвет, по которому очень любила прогуливаться Ирина Паскевич. А еще княгиня любила гулять по аллее уксусных деревьев, тянувшиеся от парадного въезда в имении. Весной уксусные деревья красиво цвели и давали плоды терпко кислого вкуса. Управляющий имением князя Паскевича Болислав Ногурский жил в отдельном доме вместе со своей семьей. В так называемом главном доме находилась контора имения и располагалась комната для почетных гостей. Возле дома были разбитые яркие цветочные клумбы, и в принципе это имение напоминало Гомельский парк князей Паскевичей по благоустройству и яркости красок. Одновременно засвелась и хозяйственная деятельность, и за моей спиной находится один из погребов, где на льду, в отсутствии холодильных установок, хранились продукты. Также на территории Панского сада, по определению, был разбит большой фруктовый сад, который от холодных северных ветров защищала сосново-березовая роща, остатки которой также находятся у меня сейчас за спиной. Сама княгиня Ирина Паскевич приезжала в Панский дом буквально несколько раз в год, и к ее приезду начальство все буквально выдраивало и вычищало. Она приезжала с парадного входа по Липовой аллее, ныне это улица Шиловой. В момент, когда княгиня въезжала на своем открытом экипаже на Липовую аллею, она разбрасывала сладости и конфеты. Буквально все дети, кто могли, пытались схватить что-нибудь себе. Вот так и встречали Ирину. А еще муж доброй княгиней Ирины Ивановны Паскевич отличался совсем другим характером. При отмене крепостного права он обманул при наделении земли своих крестьян, в том числе и деревню Прудок. Возмущенные селяне написали жалобу царю, однако заявление было возвращено на место, а крестьян Паскевич велел выпороть розгами на конюшне. Более того, им пытались пришить организацию массовых беспорядков, но правда в 1870 году суд присяжных оправдал их. Князю Паскевичу приписывали и особую охоту до молодых девушек, да вот только тех, кто ему отказывал, привязывали к большому дубу и пороли розгами. И до сих пор помнят старожилу, что этот дуб остался стоять на месте. Уже в наше время Капитоном Перегудовым была записана еще одна история про разбойников. Это слухилось в 60-е годы. Молодой парень, спортсмен, едва ли не чемпион Беларуси, познакомился на танцах с девушкой и пошел провожать ее, как тогда говорили, на конезавод. В темноте дорогу им преградила шайка хулиганов, однако спортсмен без большого труда справился с нападавшими. Но в этот момент предательский удар арматурой сзади нанесла ему та самая девушка, которая тоже оказалась членом этой банды. И одновременно главарь шайки наносил удар ножом парня, но промахнувшись, зарезал эту самую девушку. И спортсмен, и девица скончались на месте, а вот прибывшая потом милиция так и не смогла обнаружить вот этот самый кусок арматуры. По легенде, кусок железа превратился в змею и уполз в нору. С тех пор в разных местах Гомеря можно внезапно споткнуться, что называется, на ровном месте. А вот этот самый шлюхин штырь, так, извините, в легенде про него говорится. Еще в ней говорится о том, что это место было якобы проклято со времен Паскевичей. Субтитры создавал DimaTorzok